Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье. Наш престиж. О симптомах и лечении ларингита. Впереди все самое интересное и полезное. Не переключайтесь. Неврологи предупреждают, продолжительный сон может быть опасен для мозга. Многочисленные исследования не раз показывали связь болезни Альцгеймера и нехватки сна. Но избыток сна тоже опасен. Университет Майами установил, люди, спящие по 9 часов и больше, демонстрируют значительное снижение качества памяти и ослабление языковых навыков, что является ранними признаками деменции. Впрочем, люди, спящие менее 6 часов, тоже находятся в группе риска. Поэтому следует придерживаться золотой середины – 7-8 часов сна. По словам ученых, не исключено, что люди, которые много спят, уже имеют нарушения в работе мозга, приводящие к такому режиму отдыха. Ученые провели исследование с участием 5247 добровольцев 45-75 лет. Наблюдение предполагало оценки режима сна, памяти, языковых способностей, скорости, реакции и восприятия. Оказалось, 15% человек спали в среднем по 9 часов каждую ночь. И через 7 лет у этой группы было выявлено снижение когнитивных способностей по всем параметрам. Их навыки обучения упали на 22%, свобода владения языком – на 20%, память – на 13%. При этом излишек сна был связан с повреждением мозга, известными как гиперинтенсивность белого вещества. Эти поражения вызваны снижением притока крови к мозгу. Если у человека депрессия, ему следует питаться правильно, говорят врачи. Ученые университета Макуори проанализировали состояние 76 студентов с депрессией. Преимущественно, рацион молодых людей состоял из обработанных продуктов – сахара и насыщенных жиров. Половина из добровольцев должна была съедать 5 порций овощей и 2-3 порции фруктов в день. Им также было предложено съедать по 3 порции цельнозерновых продуктов – 3 порции постного мяса, включить в дневной рацион яйца, тофу или бобовые, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайную ложку куркомы или корицы. При этом сокращалось потребление рафинированных углеводов – сахара, жира и обработанных продуктов. Оказалось, когда в рацион водили больше фруктов, овощей, рыбы и постного мяса, настроение улучшалось уже через 3 недели. Продукты богаты витаминами, минеральными веществами и антиоксидантами подпитывают мозг, снижают уровень воспаления и стресс. Связаны с депрессией, объясняют ученые. Через 21 день у добровольцев, которые изменили свой рацион, средний показатель депрессии снизился. Анализ показал, как грудное молоко можно превратить в антибиотик нового поколения. Эксперты госпиталя National Jewish Health и Университета Айовы установили, что в грудном молоке содержатся вещества, позволяющие справиться с опасными бактериями. В человеческом грудном молоке концентрация глицерин монолаурата выше более чем в 200 раз, чем в коровье молоке. В детском питании этого вещества нет вовсе. Ученые подчеркивают, производство активного соединения не стоит больших денег, поэтому сейчас речь ведется о добавлении его в коровье молоко или в детские смеси. Что важно, соединение борется только с опасными бактериями, поддерживая тем самым рост полезных организмов. Эксперименты доказали, человеческое грудное молоко тормозит развитие золотистого стафилокока. Дети, питающиеся грудным молоком, имеют высокие уровни полезных бифидобактерий. Куриные яйца, как известно, могут спровоцировать развитие инфекций. Российские ученые придумали новый метод их дезинфекции. Идея в облучении яиц пучком электронов. Было доказано, это абсолютно безопасно с точки зрения употребления яиц в пищу и выведения птенцов. Данный метод позволит значительно снизить долю использования антибиотиков на производствах. От инфекционных заболеваний страдают и птицы, и потребители продуктов птицеводства. Как правило, врачи рекомендуют подвергать яйц термической обработке для уничтожения патогенов. Можно также яйца мыть, но это сильно сокращает срок хранения. Есть еще один вид дезинфекции. Он основан на использовании гамма-квантов. Правда, после обработки из яиц нельзя вырастить цыплят. Новый метод предполагает облучение упакованных яиц пучком электронов. Как объясняют ученые, электроны и активные формы кислорода провоцируют смерть патогенов. В Шемкенте на вакцинацию перед грядущим эпидсезоном было закуплено 123 375 доз вакцины российского производства Гриппол+. Не откладывать с вакцинацией от гриппа решили сотрудники Департамента по охране общественного здоровья и выстроились в живую очередь. На личном примере они решили показать, что бояться вакцины не стоит. Специалисты уверяют, качество российского препарата подтверждено в Национальном центре экспертизы. Чтобы избежать тяжелых последствий, Алмат Косалиев вакцинируется ежегодно. Тем более сейчас прививку можно сделать бесплатно и в любое удобное время. По прогнозу ВОЗ в эпидсезон 2019-2020 год предполагается циркуляция трех штаммов вируса. Это АХ1Н1, АХ3Н2, а также Б, которые по рекомендации той же ВОЗ включены в состав трехвалидной вакцины, применяемой в Казахстане. Противогриппозные вакцины ежегодно обновляются в зависимости от циркулируемых штаммов. В 2019 году на бюджетные средства было закуплено 123 375 доз вакцин. Гриппол плюс производство России. Вакцинация против гриппа началась в Шемкенте 1 октября. Чтобы сформировался иммунитет, требуется около двух недель. Прививки, сделанные в начале осени, помогут в самый разгар холодов не подхватить ОРВИ и грипп. Правда, даже вакцинация не спасает от вируса гарантированно. Она предотвращает осложнения и гарантирует легкое течение болезни. 123 тысячи шемкентцев находятся в группе риска. Это люди с хроническими сердечно-легочными патологиями, часто простывающие дети и беременные. В 18 тысячам из них уже сделали вакцину от гриппа. Осложнений от вакцины, проведенной вакцины нет. Пациенты, получившие вакцинацию, перенесли хорошо. Реакции не было. На сегодня планировано 7578 пациентов из группы риска. К ним относятся беременные 2-3 триместра. У нас запланировано 400. Медработники. Их составляют 300 человек. Все они провакцинированы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями легочной системы, нервной системы, санемией. Вся процедура занимает не более 10 минут. Привиться можно даже с насморком и легким кашлем. А вот при высокой температуре стоит подождать выздоровления и проконсультироваться с врачом. Бесплатно и в первую очередь прививку сделают детям, беременным, пожилым людям и самим медикам. Остальным за препарат придется заплатить около 5000 тенге. За деньги от гриппа прививают в трех частных медцентрах Шымкента. Мы все делаем. Всей семьей вовремя вакцинируемся. Болеть гриппом не хочется. Профилактическая польза вакцинации от гриппа очевидна. В прошлом году опасный вирус в городе миллионники подхватили всего 107 шымкентзов. Традиционно пик заболеваемости ОРВИ и гриппом придется на январь. В это время врачи рекомендуют даже привитым людям долго не находиться на холоде, тщательно мыть руки и носить медицинские маски. Если у вас болит шея, спина или не имеют ноги, возможно, это симптомы болезни позвоночника. В таком случае вам нужно незамедлительно обратиться к специалистам. В медицинском центре Ситимед работают квалифицированные врачи, которые имеют большой опыт в лечении проблем позвоночника. 8 из 10 пациентов, обратившихся в медицинский центр Ситимед, вылечиваются без хирургического вмешательства. Существует несколько методов лечения позвоночника. В нашей клинике мы предлагаем современные безоперативные методы лечения. Около 80% наших пациентов мы вылечили без хирургического вмешательства. Наша главная цель – здоровые пациенты. Если верить статистике, то из офисных работников каждый третий страдает проблемами позвоночника. Причина обусловлена малоподвижным образом жизни и отсутствием постоянных физических нагрузок. Своевременное обращение к врачу – залог успешного лечения. Ситимед – современный медицинский центр в Шимкенте, занимающийся комплексным лечением и профилактикой заболеваний суставов, послеоперационной реабилитации и восстановительной спортивной медициной. Прием ведут кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Худайбергенов Марат Абдиганеевич, детский ортопед-невропатолог, врач-педиатр, гинеколог. В центре проводятся УЗИ суставов. Многим знаком типичный осенний голос – осипший низкий с хрипотцой. При этом наблюдается еще неприятное першение в горле и боль при глотании. Данные симптомы явно свидетельствуют о таком заболевании, как ларингит. Но хорошая новость в том, что это лечится, если не запускать это заболевание и вовремя обратиться к врачу. Сегодня гость нашей студии – врач областной клинической больницы от ларинголог Сакен Асанханов. Здравствуйте! Как настроение? Спасибо, хорошо. Сегодня я бы хотела с вами подробно поговорить о проблемах с горлом, о ларингите, потому что с наступлением осени многих людей возникают проблемы, пропадает голос, появляется кашель. А для начала предлагаю посмотреть видео, откуда появляется голос. Голосовые связки представляют собой эластичную структуру в середине глотки, состоящую из мышц и соединительной ткани. Они принимают активное участие в создании тембра голоса. Воздух, попадая на связки, заставляет их колебаться и смыкаться, тем самым производя звуки. Они также защищают легкие от проникновения в них инородных элементов. При поражении горла связки воспаляются. Щель между ними сужается или смыкается, что впоследствии ведет к осиплости и полной потере голоса. Конечно, помимо вирусных инфекций на горло также влияют и другие причины. Это алкоголь, курение. Расскажите, по каким симптомам можно определить именно ларингит? Ларингит – это воспаление слизистой гортани и голосовых связок. Первые симптомы ларингита – это обычно перешение в горле, осиплость голоса, чувство нехватки голоса, затрудненное дыхание, глотание, плюс перешение, жжение в горле. Основные причины – это, как вы говорили, употребление. Первое – это вирусные заболевания, осложнения после гриппа, после перенесенного ОРВИ, бронхиты, пневмонии. Плюс это постоянное раздражение слизистой, это в основном преподаватели часто наблюдаются, это постоянное перенапряжение голоса, который работает постоянно с голосом, плюс это переохлаждение воздуха, постоянно кто-то вдыхает, плюс химические раздражения всякие бывают, производственные, бытовые, нечаянно. И часто это еще бывают аллергические отеки. То есть о симптомах ларингита вы рассказали. Если у человека наблюдается хотя бы один симптом, обязательно нужно обратиться к врачу. Расскажите, как проходит диагностика и какие необходимо сдать анализы? Для начала надо обратиться к участковому терапевту, а там он дальше, если будет сомневаться, он направит к врачу от ориноларинголога. А врач от ориноларинголога, он осмотрит горло, горта, непрямую ларингоскопию сделает, посмотрит подвижность голосовых сквязок, отечность есть там или нету. И поэтому уже дальше врач назначит лечение. И уже дальше это голосовой покой нужен постоянно. В течение 5-7 дней на крайняк уже можно шепотом разговаривать, не напрягать голосовые связки. А вот расскажите, в каком возрасте чаще всего болеют ларингитом? Ну, как такого возраста нету. Ларингиты все года покорны. Но в основном он трудно протекает у детей, у дошкольных, потому что у них гортань резко, в размерах она чуть укорочена, и за счет этого у них быстро отекает. Из-за этого у них быстро осложняется нехватка, ложным крупом, как говорится. Это чувство нехватки воздуха, и может от удущей погибнуть ребенок. Таких моментов незамедлительно надо вызвать скорую и обращаться или обратиться в инфекционную больницу или к лор-вачу по месту жительства. Расскажите, вот сейчас какие используются методы лечения ларингита? Ну, как таковы лечения, там обычно голосовый покой, в первую очередь. Плюс местные лечения. Полоскание горла, шалфей, ромашка, фурацелина можно. Конечно, если при температуре сопровождается, то тогда уже антибиоктральная терапия, плюс противотечная терапия. И если есть аллергический фонд, то антигисаминная терапия назначается. А вот какие могут возникнуть сложности, если вовремя не обратиться к врачу и заниматься самолечением? Может ли ларингит перейти уже в хроническую форму? Ну да, если недолеченный ларингит, если он в месяц постоянно обостряется, то он может перейти в хроническую форму. При таких уже можно, уже осиплость голоса, обычное осложнение. Плюс чувство нехватки воздуха, быстрая утомляемость, стрессы постоянно, вот это все. Кашель сухой лающий будет при этих. Ну, желательно, конечно, не заниматься самолечением, а обратиться к профессионалам, и уже там они адекватны лечения, и советовать рекомендациям врача. А вот как можно предотвратить это заболевание? Ну, для предотвращения это надо, в общем, заниматься физически, закалять организм, и соблюдать меры предострождающей, постоянно мыть ее рук, вот это все, личная гигиена. Плюс, если переохлаждение, то уже надо дома согреть, там полуспиртовый компресс на шею, там полоскание горла, или вот это теплое молоко с медом. Хотела подробнее об этом говорить. Скажите, полезно ли, да, полоскание ромашкой и календулой при ларингите? Да, полезно. А как часто нужно полоскать? Ну, в день по 3-4 до 5 раз можно полоскать. А горячий чай вот с лимоном? Или наоборот, лимон будет раздражающе действовать? Лимон как такого, он и так раздраженный, а лимон, он еще больше спровоцирует. Лучше... А мед, например? Мед, он с молоком в теплом виде можно. И обязательно диету надо соблюдать. А как часто нужно делать ингаляции вот с эфирными маслами, например? И они эффективны вообще? Ну да, это, конечно, это тоже входит. Ну, желательно утром, вечером можно ингаляции делать. То есть лечиться так же народными методами тоже, да, эффективно при ларингите именно? Согревающий компресс на шею там. Молчание – это не золото, а знак ларингита. Дорогие телезрители, если у вас возникли боли в горле, то обязательно обратитесь к специалисту. Большое вам спасибо за то, что пришли к нам в гости и поделились полезной информацией. Всего вам доброго. Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями являются служение пациенту, приверженность к качеству, командная работа и социальная ответственность. Наша программа подошла к концу. С вами была Елена Карпенко. Встретимся через неделю. И не забывайте, здоровье – это самое большое богатство, и его нужно беречь.